Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре в следующем году начнут реконструкцию речного вокзала. Такое решение озвучил в Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе выездного совещания с руководителями профильных министерств. На встрече обсудили планы реконструкции и варианты расположения нового терминала. Подробности в нашем сюжете. Повышать туристическую привлекательность региона и улучшить водно-транспортную логистику. Именно для этих целей в Самаре проведут реконструкцию речного вокзала. Планируется построить новый трехэтажный терминал, а также полностью благоустроить причальную зону со всеми требованиями безопасности и комфорта. Об этом стало известно в ходе выездного совещания временно исполняющего губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и руководителей профильных министерств. Проектная документация нового здания речного вокзала разработана. Получено положительное заключение госэкспертизы. Реализовать проект планируется в ближайшие три года. Мы давно говорим про развитие комфортной городской среды, давно говорим про необходимость повышения комфортности логистики транспортной, туристической. Поэтому здесь провели небольшое совещание, посмотрели на планы и приняли решение, мы будем включать в программу развития реконструкцию речного вокзала, реконструкцию полную. Глава области осмотрел здание вокзала, причальную инфраструктуру. Существующий комплекс речного вокзала введен в эксплуатацию в начале 70-х годов прошлого века. Пассажиров обслуживают только в кассовом зале, имеющем четыре кассы. Зона ожидания оборудована в холле кассового зала. Пиковая пропускная способность вокзала на сегодняшний день составляет около 470 человек в час, что не удовлетворяет требованиям по качеству обслуживания пассажиров, в том числе маломобильных граждан. Переждать, вот хотя бы, когда холодно, туда войти, не на скамейке сидеть, а переждать. Мы рано пришли, поэтому приехали, и поэтому полтора часа мы здесь болтаемся. Если бы это было тепло, так нормально, а тут, когда холодно, надо здание какое-то, укрытие. Как доложил в ходе совещания временно исполняющий обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин, основная проблема сейчас – изношенность инфраструктуры речного порта и флота. Время много ушло уже. Все пришло вот, так сказать, такое уже состояние, которое нужно ремонтировать. Конечно, красота была, чтобы, да, тогда люди будут стараться сюда попасть, чтобы посмотреть красоту. Вот настрой, на площадках спортивных делают там, все останавливаются, любуются. Когда красиво – хорошо. Планируется и обновление флота. В этом году будет закуплено два новых судна. Еще два – в 2026 и 2027 годах. Запланировано пополнить и парк Валдаев на три единицы. Также, как отметил глава региона, помимо региональных муниципальных перевозок, будут повышать комфортность частных. Помогать предпринимателям делать туристические перевозки по воде безопасными и качественными. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. После этого глава региона отправился на Валдаев-Ширяево. По словам Вячеслава Федорещева, главная задача – это гармоничное развитие территории, комфортное проживание местных жителей и развитие туристической привлекательности. В ближайшие три года необходимо отремонтировать головную дорогу, сделать парковки, привести в порядок и создать новые туристические тропы. Вячеслав Федорещев пообещал удвоить финансирование для музея Репина, чтобы была отремонтирована крыша, благоустроенная территория вокруг. В Рео губернатора поручил создать попечительский совет. Еще одну встречу глава региона провел с жителями Жигулевска. По словам Вячеслава Федорещева, при уточнении бюджета на 2024 год для всех муниципальных образований добавили 3 млрд рублей на дороге, 2 млрд на благоустройство. Суммы будут увеличиваться в ближайшие годы. В том числе предусмотрели средства на развитие Жигулевска. Глава Сызрани Анатолий Лукиенко подал в отставку. Как он сообщил в личном телеграм-канале, решение принято в связи с переходом на новую работу. Также он поблагодарил жителей за поддержку и активное участие в жизни города. В Самаре прошел сильный дождь с градом. В районе улицы Елизарова, Победа, Олимпийская и проспекта Металлургов из-за большого скопления воды было затруднено движение транспорта. На текущий момент специалисты МП инженерной системы прочистили дождеприемники. Движение автотранспорта и трамваев восстановлено. На Зубчининовском шоссе и улице Магистральной сейчас откачивают воду три машины. В ночь количество техники будет увеличено. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Елена Лапушкина. В Самаре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается ремонт улицы Зои Космодемьянской. Ранее специалисты уже выполнили фрезерование старого покрытия на участке от Московского шоссе до Георгия Димитрова. Также провели подготовительные работы по организации пешеходных переходов и поднижению бордюров для удобства маломобильных граждан. Подрядчики приступили к укладке верхней слои покрытищима 16 на ПБВ. Надеемся, что в условиях текущей погоды в течение недели мы все работы на данной улице завершим. Подрядчики сейчас вынуждены ловить окна, когда основание просушится после дождя, и приступают к укладке асфальт-бетонной смеси. Улицу Зои Космодемьянской, как и ряд других улиц, которые носят имена героев Великой Отечественной войны, ремонтируют в преддверии 80-летия Победы. В советском районе Самары отремонтируют стадион «Заря». Такую задачу поставил глава региона Вячеслав Федорищев. Спортобъект был построен в середине 1950-х годов и в свое время был очень популярным. Здесь находились спортивные секции, играли любительские, футбольные и хоккейные команды. Но главное – существовал свободный вход для всех приверженцев здорового образа жизни. Сейчас доступ для людей закрыт. Стадион в ожидании ремонта. Однако источники финансирования не определены, как и сроки реализации. Вячеслав Федорищев дал поручение Минспорту немедленно подготовить предложение по возрождению стадиона при участии областного бюджета. Стадион «Заря» является знаковым объектом и, пожалуй, ключевым спортивным объектом для советского района. Не только для советского, но и для близлежащих районов. Это и жизнедорожный, и самарский, вполне возможно промышленный. Этот стадион достаточно древний, он был построен еще в 1950 году. В муниципалитете, в принципе, очень мало спортивных объектов. У нас всего лишь четыре стадиона, из которых только один имеет современный полис с искусственным покрытием. Это стадион «Нефтяник», он был отреставрирован в 2017 году. Еще три объекта – стадион «Торпеда», стадион «Чайка» и стадион «Заря», которые находятся в разных географических центрах и точках города, они, соответственно, требуют ремонта. Из них стадион «Заря» в самом, так сказать, недовольтворительном состоянии. И, конечно же, это очень важно, что данный объект будет отреставрирован, потому что он будет являться не только тренировочной базой спортивной школы, Олимпийского резерва номер 9 наших футболистов, но и всех наших спортивных школ. Ждут преображения стадиона «Заря» и местные жители, многие из которых занимались там спортом в детстве, а теперь мечтают водить на обновленное поле детей. Я вообще очень рад, что Федоричеву здесь посетил этот стадион, посмотрел, как здесь дела. И сейчас вот живу надеждой, что наконец-то все это появится здесь. И детишки будут заниматься вот в этом здании. Когда-то много было, там много занимались. Давно уже пора установить его, он уже давно заброшенный. Здесь люди бегают вот по утрам и занимаются, и в футбол играют дети. Конечно, это надо. Сами мы выросли на нем, на стадионе «Заря». Тут футбол, и босфейтбол, и хоккейную площадку заливали. Дети сейчас не занимаются. В прошлом году хоть занимались, футбол гонялись, а ничего нет. Очень хорошо. Я сам там занимаюсь и вполне хорошо смотрю на то, чтобы там бегать, начать. Хотелось бы, чтобы дети занимались на нем. Он раньше очень пригодился вообще детям занять. И раньше мы на него ходили, и многие там занимались пробежкой. Я этот стадион наблюдаю практически каждый день из окна нашей больницы. Но хочется, чтобы так, как и раньше, там занимались дети, занимались взрослые. В общем-то, если нам его сделают, это только плюс. В Самарском регионе по поручению в Рио губернатора Вячеслава Федорищева увеличили единовременную выплату при заключении контракта о прохождении военной службы. Сейчас с учетом федерального повышения выплата составляет 1 млн 205 тыс. рублей. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу можно узнать в Самарском пункте отбора по адресу улица Ленинская, 147. Там специалисты встречают желающих подписать контракт, проводят тестирование, медицинскую комиссию и предоставляют открытую информацию об условиях прохождения военной службы, социальных гарантиях, льготах и компенсаций не только для бойца, но и для членов его семьи. Это моя гражданская позиция. Осознанная гражданская позиция. Сейчас настало такое время, что нужно реально определиться и помочь нашим ребятам. Далее коротко о других темах дня. Работающие пенсионеры смогут получать прибавку к своим выплатам до 2000 рублей. Это произойдет после возобновления индексации пенсий с 1 января будущего года. Указ подписал президент. Специалисты подчеркнули, что суммы индексации страховой пенсии за период с 2016 по 2024 год будут выплачены после того, как пенсионеры прекратят трудовую деятельность. Сумма индексации будет зависеть от стоимости пенсионного балла. Самым популярным, поддержанным автомобилем в России по итогам первой половины года стал седан Lada 2107. Их было куплено почти 63 тысячи. Второе место в рейтинге популярности занимает хэтчбэк Lada 2114. За ним следует Kia Rio и Hyundai Solaris, а также Ford Focus, который стал бестселлером вторичного рынка в 2023 году. Десятку самых популярных легковушек на вторичном рынке дополнили Toyota Corolla и Toyota Camry. Всего с января по июнь этого года россияне приобрели больше 2,5 миллионов легковых автомобилей с пробегом. Чтобы уменьшить риск развития деменции, нужно поддерживать умственные нагрузки. Медики советуют заниматься заучиванием стихов и песен, вязанием, вышиванием, решением кроссвордов. Рекомендуют также ежедневно проходить 10 тысяч шагов. Важно сократить потребление алкоголя, исследовать дети с высоким содержанием омега-3. Врачи поясняют, что деменция не является отдельным заболеванием. Это синдром, который приводит к проблемам с памятью, умышлением и поведением. В Самарской области в течение пяти лет планируют построить не менее 20 школ. Это будет зафиксировано в программе социально-экономического развития региона. Одним из учебных заведений, вошедших в план пятилетки, является новая школа в селе Ягодное Ставропольского района. С такой просьбой к руководителю области обратились местные жители. Сейчас в сельском образовательном учреждении в две смены учатся почти тысячи детей. В Самарском океанариуме появился на свет краснокнижный пингвиненок Гумбольта. Птенец уже выбирается из домика на короткие прогулки с родителями и пробует свежую рыбу. Его родители, рожденные в апреле 2019 года в Германии, приехали в Самару в начале 2020 года. По прогнозу специалистов, первый заплыв пингвиненка состоится в начале сентября. Мировая популяция пингвинов Гумбольта в естественной среде насчитывает всего 12 тысяч особей. В Самарском океанариуме живет три представителя этого редкого вида, занесенного в Красную книгу. Народное лекарство или источник аллергии. Одни считают укусы пчел полезными, другие страдают от полученной дозы яда. Как реагировать на укус пчелы и осы? У кого возникает токсическая реакция на перепончаток рылах? Наши корреспонденты спросили у экспертов и готовы рассказать подробности. 84% россиян сталкивались с аллергической реакцией. Об этом говорят исследования Института общественного мнения. Чаще всего аллергеном становятся растения, а на втором месте укусы насекомых. Да, кусали осы, аллергия есть сильная. Может, разочек меня кусала оса, но не помню, что была аллергия, но неприятно было. Аллергии нет, кусала два раза. Меня раньше никогда не кусала оса, и укусила первый раз. Нет, меня не кусали. Нет, у меня даже дача есть, но меня там не кусали. Кусали несколько раз в детстве, в общем, никаких аллергенных реакций не было. Просто жалко пчелку было. Ничего страшного не было. Да, кусали. Не было никаких осложнений после вот этих укусов. Конечно, они болезненные, они не являются каким-то, мне кажется, лечебным средством, не доставляют определенного удовольствия, но самое главное, что осложнений не было. Наиболее значимые аллергические состояния вызывают укусы насекомых, которые относятся к отряду перепончатокрылых. Это осы, пчелы, шершни и шмели. Аллергия никогда не проявляется бессимптомно. В любом случае будут проявления аллергии. В месте укуса выражены зуд, отек, болезненность. Первое, что нужно сделать, это вытащить жало и обработать место укуса местными антисептиками. Еще один важный момент – не допустить распространения яда насекомого. Нужно сделать так, чтобы яд не всасывался с места укуса. Для этого можно просто туго перебендовать выше места укуса, чтобы кровь плохо отходила и не было системной реакции от воздействия яда. Например, укусил оса в палец, мы его сразу перемотали, и с этим перемотанным пальцем едем в больницу. У некоторых людей укусы могут вызвать серьезные аллергические реакции, в том числе анафилактический шок. Поэтому при острых симптомах необходимо оказать неотложную медикаментозную помощь. А вот использовать укусы пчел в качестве лечения, как любят делать многие приверженцы народной медицины, врачи не советуют. Я к такому отношусь осторожно. Аллергия не возникает при первом укусе насекомого. Только при повторном, когда сформируется полноценная реакция иммунитета. Поэтому сейчас вас может укусить оса в первый раз в жизни, и это все пройдет достаточно безболезненно, а на второй раз разовьется сильно аллергическая реакция. Поэтому лучше с этим не экспериментировать и лечиться все-таки в традиционной медицине. Несмотря на то, что осы и пчел часто путают, между ними есть несколько ключевых отличий. Если вот пчела взять пчелу и осу, они в спокойном состоянии, то, допустим, если это оса, то я могу сказать, что это такое удлиненное тельце с яркими желтыми полосками. Пчела, она имеет более спокойную, ровную такую структуру, у нее тело более гармоничное. Если в полете, то достаточно сложно будет сделать, потому что пчела спокойно летает, в принципе, она не привлекает внимания, у нее всегда спокойствие в полете. Аса – это очень такое агрессивное само по себе насекомое, оно летает обрывками какими-то, оно может в одном положении оставаться. То есть даже по полету мы можем это понять. Пчелы питаются нектаром и пыльцой, играя важную роль в опылении растений. Это делает их жизненно важными для сельского хозяйства и экосистемы в целом. Осы, хоть и имеют негативную репутацию из-за своей агрессивности, тоже играют значимую роль в экосистеме, как хищники, контролируя популяцию других насекомых. Для осы даже любой взмах руки, там еще что-то, какое-то движение вызывает агрессию. Она сама по себе, у нее вот эта агрессия присутствует, и она может ужалить. И, в принципе, знаете, надо понимать, даже строение и пчелы, и осы, то есть пчела, когда жалит, надо понимать, что если она ужалила, то есть она погибает. Оса может ужалить несколько раз, она даже может укусить. У нее жало прямое, то есть она входит в тело и потом выходит спокойно, то есть она продолжает жить. У пчелы так не получается. Чтобы избежать укусов, людям с аллергией рекомендуют с осторожностью посещать леса, поля, парки. И не забывать пользоваться химическими средствами защиты от насекомых. Не рекомендуется ходить босиком по траве, а на окнах в доме лучше использовать антимоскитные сетки. В весенний-летний период нужно избегать сладких ароматов и отдушек в духах, лаках для волос, гелих для души и шампунях, так как именно эти запахи привлекают перепончатокрылых. При работе на огороде или в саду следует выбирать максимально закрытую одежду. Августина Охременко, Игорь Казановский, Константин Головин, Валерий Майоров. События. Это по любви. Мурал с таким названием открылся в Самаре. Он посвящен 65-летию студотрядов. Фасад одного из домов расписали в рамках фестиваля Приволжского федерального округа ФормАрт. Самарский мурал стал одним из десяти победителей всероссийского конкурса в номинации «Труд-крут». Елизавета Прокопенкова побывала на открытии. Новый мурал «Это по любви» украсил фасад дома номер 28 на улице Дачной. Он посвящен 65-летию студотрядов. Девушка-вожатая и парень-строитель несут свою любовь через труд. Автор произведения Сергей Маверский, художник, создавший 15 муралов по всей России. Рассказывает, что идеи для новой работы он искал среди бойцов студотрядов. Студенческие отряды развиваются и сейчас по разным направлениям работы. Это не только стройка, как мы привыкли слышать про студенческие отряды, но и проводники, вожатые, сервисное направление, обработка рыбы и многие другие. В отрядах по-прежнему можно получить свой первый трудовой опыт, первую зарплату, найти друзей и любовь. В числе первых новый мурал увидел командир ветеранского отряда Сергей Полетаев. Рассказывает, что вместе с другими волонтерами он восстанавливал женский монастырь, помогал на Грушинском фестивале, посетил первый слет ветеранов-добровольцев в Барнауле. А в этом году вместе с другими бойцами студотрядов отвез гуманитарную помощь в Донецк. Студотряды были частью жизни Сергея еще в юности. Тогда он работал на стройках в тайге. Желание увидеть друзей своей молодости привело мужчину в ветеранский отряд. Желание возникло просто встретиться со старыми друзьями, те, кто были в отрядах. Мы встретились в нашем отряде не только из «Витязи», которые были организованы в 79-м году. У нас есть и из других отрядов. В общем-то просто общение и, знаете, бодрость духа, жизнь кипит, все произрастает. А когда с молодыми общаешься, так и дальше жить хочется. Самарский мурал был создан в рамках фестиваля уличного искусства «Форм-арт» и вошел в десятку лучших работ Всероссийского конкурса в номинации «Труд-крут». Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов, События. Им снится рокот космодрома. В музее «Самара космическая» прошла творческая встреча писателей-фантастов с подростками. Шесть авторов, принимающих участие в проекте «Литературные резиденции», познакомили юных читателей с жанром антиутопии и создали новые фантастические миры. На встречи побывала и наша съемочная группа. Любава Горницкая – писатель из Ростова-на-Дону. В Самару приехала впервые. В рамках масштабного проекта «Литературные резиденции» Ассоциации союзов писателей и издателей России. В течение трех недель Любава работает в городе на Волге над своей новой книгой «Разъезд змеиный» – произведение для подростков в духе магического реализма о жизни и смерти. О своем творчестве Любава рассказала читателям в музее «Самара космическая», где организовали литературную лабораторию для подростков. С своими произведениями я как минимум хочу с ними поговорить, поскольку подросток – это такой капризный по-своему читатель, который может тебе очень легко не поверить. Я хотела бы, наверное, быть с подростками на одной волне, говорить о действительно важных вещах, не давать однозначных ответов на вопросы, потому что хорошая книга – это та, которой читатель ответит сам. Литературная лаборатория проходит в Самаре во второй раз. Ее участники – шесть писателей-фантастов из Санкт-Петербурга, Астрахани, Ростова-на-Дону и Самары. Они поговорили с юными читателями о жанре антиутопии и вместе с ребятами создали свои фантастические миры. Точно работа с детьми – это всегда свежий воздух, какой-то нестандартный взгляд на какие-то вещи, потому что часто ты можешь в какую-то колею свою уже войти, а дети могут какие-то неожиданные моменты подсказать. А для детей – это возможность встретиться с людьми, которые уже выбрали свой путь, которые знают, чего они хотят, которые на этом пути уже чего-то добились. Роман Мурзин занимается в театральной студии «Лес» три года. Участвует в литературной лаборатории второй раз. Мне очень понравилось, поэтому я пришел в принципе еще раз. Потому что мне понравился опыт, который я получил в первый раз. Мне кажется, будет так же интересно, будет весело. Мы придумаем что-то много интересного, сможем это использовать в дальнейших проектах. Финальная литературная лаборатория в Самаре пройдет в пятницу в Литературном музее. Дети смогут почувствовать себя в роли инопланетян, приземлившихся в усадьбе Алексея Толстого, чтобы исследовать ее. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. В регионе проходит второй этап проекта «Команда развития Самарской области». Самарцев приглашают принять активное участие. Во второй этап войдут тестирования, собеседования, эссе и видеопрезентации, по результатам которых дадут комплексную оценку компетенций. Из лучших участников отборочного этапа будет сформирован резерв управленческих кадров Самарской области. Для того, чтобы принять участие на втором этапе конкурса, необходимо пройти регистрацию на платформе и создать личный кабинет, пишет телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. Владелец обязан регистрировать самоходную технику в Гостехнадзоре до истечения срока действия знака «Транзит» или в течение 10 дней после приобретения. Перед регистрацией нужно обязательно провести ее техосмотр. Зарегистрировать самоходную машину можно в любой инспекции Гостехнадзора Самарской области, где у владельца есть регистрация. Получить свидетельство о регистрации самоходной техники можно предварительно, подав соответствующее заявление на портале госуслуг и оплатив госпошлину, информирует телеграм-канал Департамент экономического развития инвестиций торговли Самары. С 12 по 18 августа проходит неделя популяризации активных видов спорта. Спорт и физическая активность – неотъемлемые элементы сохранения здоровья в любом возрасте. Минимальная физическая активность должна быть 30 минут в день. Регулярная физическая активность способствует профилактике многих заболеваний, также помогает поддерживать нормальный вес тела и помогает бороться со стрессом и депрессией. К популярным видам физической активности относятся ходьба, езда на велосипеде, катание на коньках, плавание, активный отдых, сообщает телеграм-канал Кировского района. Фотографии «Сквера Самарец» публикует телеграм-канал Советского района. «Сквер» получил новую жизнь в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». По задумке архитекторов, территория наполнена смыслами, которые отсылают к страницам в истории нашего города трудовой безымянки. Протяженные тротуарные дорожки, скамейки, фонтан, освещение – все это делает городское пространство максимально комфортным для жителей. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова